Всем привет, с вами Рос, наконец-то выпустил видосик И одним обиженным хейтером будет меньше, ты можешь радоваться, у тебя появился смысл жизни, я записал видосик Ты обязательно должен лайкнуть его, мой самый любимый хейтер Так, данное видео будет посвящено обзору нового танка Так скажем, он дал второе дыхание мне, я его увидел и не захотелось вернуться в пвп в игру Такого не было у меня, наверное, года два, потому что я полтора года играю в пве То есть, это нечто такое Вы должны понимать то, что обзорчик будет интересно Так, давайте посмотрим на его изначальные характеристики Что можно по ним сказать Слишком завышенная спида для танка и при этом низкий рейтинг защиты, как по мне Это очень глупо, если было бы 45, ну 50 рейтинга атаки 55 рейтинга защиты, я бы сказал, что это танк Извините меня, как штурмовик и завышенная спида, как у саппорта Ну а дальнейшие ап персонажи покажут то, что, я думаю, здесь 60, были здесь 60, а здесь, наверное, 75 процентов Может, так же останется, не могу сказать Находясь на поле по увеличу скорость союзников на 87 процентов Это очень сильный забав То есть, это обилка от мадоробита И в некоторых случаях она очень полезная Но вы сможете варьировать, допустим, тех же штурмовиков Не опасаясь от проигрыша процентов по срезу То есть, три среза уже сильно ощущаются В отличие от двух забав, двух срезов Ну, этот танк, скажем, может и по-другому реализовываться То есть, его реализация может быть больше, чем, допустим, со срезом Ну, тоже сейчас будет гейм на кондинентарии Типа, ты не шаришь и можно играть с тремя срезами Ну ладно Рейтинг защиты повышает союзников на 25 процентов Это очень-очень вкусная билка Которая, так скажем, была утеряна примене У него было 20 рейтинга защиты и 20 процентов атаки 20 РЗшки на сюртиму Это очень жирно То есть, он не на свою харь верстает, а на сюртиму Вся тима это ощущается Если у вас есть не один персонаж, который дает РЗшку на сюртиму То вы просто будете окупаться в выживанности И понижает рейтинг защиты врага на 20 процентов Это тоже очень колоссально сильная Дико сильная билка на уничтожение То есть, вы сможете присутствием обита Перекрывать, допустим, вражеского обита Из-за снижения рейтинга защиты То есть, выходя на поле пользы Один обита перекрывает своими аурами другого В итоге все, что у них друг против друга остается Это релакс Но если у врага нет обита То извините меня, пожалуйста, соси Большой деревянный скилл от обита Плюс то, что снижение рейтинга защиты Может давать вам такие неплохие билды С ЗХ и с Какашу обита Если он останется у вас Ну ладно, Какашу обита Это был древний перец на тот момент С Киншики, с Хамурой И с этим Сумады То есть, вы можете спокойно раздевать ее лифчик Или лифчик противника Всего лишь двадцати процентами То есть, там будет очень слишком сильное снижение от саппортов Плюс запуск от штурма И вы эти двадцатку очень сильно будете ощущать Либо, наоборот, 25% защиты Сможете реализовывать через защитных персонажей Это Хэнка, это Гылка То есть, эти персонажи Мы все там лишим закрывать Или Сакуры, или Киншики То есть, вариантов Разыгрываться через этот танк Просто колоссально много Потому что, из-за его, так скажем, пассивок Вы можете собрать даже гибкий билд И варьировать развитие своей тимы В зависимости от противника В том или ином направлении Плюс, есть Релакс 120%, которые, так скажем, 50 на 50 Будут решать в ПВП Есть Хэн Есть Ханаби, которые игнорит Релакс Есть Гэлка, который 100% накидывает Релакс То есть, надо понимать Если вы будете играть против защитного билда Ваш Релакс будет бесполезен И он будет только ощущаться на первом ходу Но если я основной саппорт Ханаби То есть, реализация данного, так скажем Релакса будет крайне мала А если есть с этого оборота То она вообще бесполезна Против танка она будет малоэффективна ГГшка должен быть именно заряжен Чувствовать Единственное, против кого будет работать Это Релакс Против того же Гэлки Но Гэлку тоже можно надеть Тот же супер отрод Поэтому реализация данной билки Так скажем Может с отрезком провалиться Поэтому если вы рассчитываете на нее То приготовьте сесть на бутылку изначально Но это очень, скажем, удобная плюха Если вы играете против атакующего билда И вы опознали по скорости То есть, вы уже 100% Можно, так скажем, побеждаете Увеличивает хп на 60% То есть, это опять же обилка от ласта Обилка хорошая И, так скажем, хп никогда не мешает Если у вас есть Гэлка То есть 100% у вас в танке Если у вас еще есть бильжи Которые поднимают хп-шку То вы просто вкупаетесь в хп-шки Игнорирует 40% шанса контроля врага То есть, это уже непосредственно обилка От штурмовиков, таких как Гэлка Кесама и Седьмой То есть, это очень сильная обилка Которая просто контр Неснимаемые контроли Обычные контроли Если у вас есть бильжи И сможете, допустим, неплохо реализовать танка То вы, так скажем, сможете Отыгрывать на танке просто на Иве Почему это лучше, чем, допустим, тот же Клинз? Потому что это будет дешевле На реализации танка То есть, если Клинз Вам нужно подбирать дополнительную бильжу И неснимаемые контроли Получается, будет зависеть от количества ваших бильж Или там сетов То здесь достаточно одной бильжи Допустим, на тридцатку снижения И в итоге это просто окупаетесь в этом снижении И можете, допустим, ту же ловку Заряжать в атаку Или в какие-то другие полезные обилки И реализовывать, допустим, не сет забвения А, допустим, сет мертвой кости То есть, данная фишка очень полезна будет для танка Плюс, то, что не будет Клинз Он не будет снимать себе положительный эффект То есть, танк, который клинзится Он скидывает себе все, что можно Наверное, если был бы неснимаемый Забав, он был тоже клинзил Поэтому Клинз Это, с одной стороны, клево Но, с другой стороны, это крайне дезморальный баф Крайне безморальная Крайне дезморальная обилка Которая портит игру И заставляет гореть пукану То есть, в том же ПВЕ Если я был бы Клинз Вы бы капец, как мы тенились А так вы сможете спокойно накинуть Кучу бафов И уверена, что, допустим, те два хода Которые он будет ходить Они у него будут Единственный минус данной обилки Это то, что На него можно положить запрет На Отхил, который как у СДшки идет Или как у ЦУНА Дыма И можно положить дот-эффект Плюс всякие замедления И дебафы, которые не зависят от процента контроля Но я думаю, это не столь Сильно дезморальящая фигня Кроме дотов Которые Ну, даже доты с уровнем его хп-шки Я думаю, они ему не страшны Учитывая, какие у него скиллы Обилка довольно неплохая Давайте перейдем непосредственно к иммунам Иммун к снижению ярости И метки смерти То есть, два очень сильных иммуна Которые соответствуют его изначальным обилкам То есть, здесь нет пленка Там нет какой-то еще другой хрени Единственные два контроля Которые нельзя будет Через игнор 40% Так скажем Снять это снижение ярости И метку смерти То есть, он изначально отнимает мунин И это и делает его чуть-чуть имбалансным Потому что на него нельзя кинуть ворот На него нельзя кинуть контроль Так скажем На него нельзя срезать На него нельзя кинуть метку смерти Он ходит, убивает И на него не прилетает метка смерти То есть, у вас есть два-три Так скажем Тиммейта, которые Иммун на метке смерти То есть, чинную бесполезно То есть, это было ожидаемо То есть, кинжики Которые, так скажем Гибкие во всех направлениях И, допустим, тот же Хоббита-танк Сводит чина к нулю Потому что шанс, что Одна или где метки И они упадут в них Крайне высоко То есть, 50% что в них По сути Два и мина И может распределяться Но, допустим, у ггшку Пойдет или еще что-то Не столь важно Чем, допустим, две ауры Снести на скорость Или на птито-защиту Так, давайте Непосредственно перейдем К скиллу Атакую всех врагов 300% Шанс накинуть Молчание То есть, сало Это, так скажем Очень продуманный ход Потому что Танк, который Иммунен, так скажем Контролю На 40% Пижем Завышенный контроль Иммун контроль Иси Укреплен пижеми И если он будет Кидать со скилла Еще неснимаемый контроль Или другой вид Уникального контроля То это будет Слишком балансно Поэтому они кидают Самый простой вид Контроля Который был в игре Это молчание Когда Так скажем Игроки Просто бьют с руки Бьют с руки В танка Но при этом Раскрывается Непосредственно Уже Его Аура То есть Его Уникальная Особенность Это то Что он может Релаксить 120% Врага То есть Чем больше ярости И Чем меньше У вас отражение В танке Тем Больнее он Ощущает Ваши Обилки Ну Так скажем Тот кто умный Тот поймет То что Почему Это круто Возможно Здесь Будет 100% И Вы будете Мучиться Того Что Будете Сами Себя Убивать Это Хуже Хаоса Потому что Если Его Сделать Чуть Так скажем Дрявеньким То Вы Заметно Сильно Ощутите Свою Атаку Так Лечит Команду На 120% То есть Это Урон От урона Идет Хил Хил От урона Если Вы Сильно Отдели Танка Это Фул Отхил Тима Потому что 120% Возможно Это Даже Подым Это Скорее Сего Сделано Для Прохождения ПВЕ И Чтоб Пощекотать Ваши Нервы В ПВП То есть Если Класт Клинцился И Хилил Себя На Фул То Теперь Обита Мало Отго Что Не Будет Получается Входить В Контроль Ладно Вы Навешали На Него Дотку Он Вам Часть ХП Не Кидал Все Прошло Идеально Он Берет Клинцис Сю Тиму От Хилил 120% Там 150% На Сколько Он Пряпи Кидает Сало Со 100% На Всю Твою Команду И Такой Кажется Я Приехал И Такой Блин Надо Что То Думать И Подбирать Иммунки Ксалу И Теперь Достаешь Старого АПП И И Играешь Через АПП Чтоб Он Заклинцил Команду Ну Это Так Скажем Будет Сильно Дезморалить Вас Потому Что АПП Имеет 40% Забав А Когда Танк Имеет 87 Такие Понимаете То Что Вас Где-то Сильно Поимели И Плачете Где-то В нервной Уголочке Так Увеличивает Силу Атаку Союзника На 25% Это Очень Сильно Дополнение К Его Снижению Рейтинга Защиты То Реализуют Вашу Команду В атаку То есть Достаточно Он будет Имеет Саппорты Которые Дают Рейтинг Атаки И Не Зависит От Обилок Со Скилла На Штурмовика То есть Тот же Заха Который Будет Кидать Защиту Более Профит Чем Гэлка В атаке Так Как Заха Будет Давать Ауры 30% И Он Не Будет Перекрывать Обилки Других Персонажей И Вы Максимально Реализует Час Через Атаку Снижает Помощь Врага На 50% Это Так Скажем Частая Хрень Поэтому Отпускаем И Очищает Сед Баф Штурмовиков И Саппортов То То Есть Это Уже Непосредственно Обилка Ласта И Никто Не Отменял Она Очень Эффективна И Зачем Нужно Саппортов Штурмов И Что Поддерживать Того Же Обита Который Допустим Заглотнул Пару Дотов Или Что То Еще Покрупнее Каждый Додумается От Свою Меру Испущенности Так Останавливает Здесь 50 Ярости Ярости Союзника То Вы Можете Реализовывать Соляного Обита Имеет Допустим Кабуто Иминато То есть Неначальных Этапов Идана Там Вообще Будет Творить Чудеса То есть Вы На Танке Можете Сильно Выезжать Что Могу Сказать По Данному Танку Это Очень Очень Крутой Танк И В отличие От Того же Минато Наруто Итачи Нагато Ластан Он Очень Гибкий Под Различные Формы То Что У него Есть И Защитный Аспект И Есть Атакующий Аспект Он Хилит Он Клинсит Он Дает Атаку Всем Он Заливает Ярость Он Релаксит У Него Минус 40% Контроля Он Не Клинсит Себя То Вы Сможете Реализовывать Бафы И Мунинг Снижению Ярости И Метки Смерти Сможете Отыгрываться Непосредственно Если Вся Тима Устана И Он Будет Довольно Так Скажем Дамажущим Если Вы Сможете Его Полноценно Реализовать Сможете Плане Закупа На Него Одежды И Бижутери То Довольно Он Скажем Будет Дешевле Обходиться Чем Паст Или Наруто Тима Или Рейтинг Рейтинг Защиты Это Будет От Вас Варьироваться Можете Дать Ему Ловку Можете Дать Ему ХП Можете Дать Ему Вообще Паши Все Зависит От Ваших Возможностей Ловка Ловка Так Скажем Можете На Атаку С Рейтингом Атаки Дать Можете Дать Какую Защитную Ловку Не Стоит Брать Контроль На Экстрат Чех Бежать Ли Саппортов Лучше Ли Саппортов Или На Анти Контроль Поставить Ну Потому Что Данный Персонаж Не Сильно Зависит От Ловки И Если Достаточно Бил То Вы Сможете Ловку Поставить Допустим Обычного Ловку Слабы То Есть Довольно Дешево Плюс ХП ХП Плохая Допустим С Этингом Защиты И Этим Не Помню Прикиньте Билку Помощь Во Хотя Помощь На Таком Танке Либо Глупо Поэтому Бессмысленно Если Нет Возможно Мертвой Кости То Можете Одеть Допустим Тоже Сет Кримсона Если У вас Есть Это Очень Был Популярный Сет Я Много Кто Брав Сет Болга Много У кого Здесь Можете Деть Сет Болга Если У вас Нет Сет То Можете Подбирать Уже Другие Сеты Ну То Есть Эти Сеты Средственно Давали Был Выжимаемость Давали Урон А Вы Бежами Закрепляли Непосредственно Уже Его Обилки То Есть Если У вас Есть Старый Сет И Довольно Хороший Позволяет Тому Жить То Вы Можете Спокойно Вы Закрепляемость Бежа На Рейтинг Атаки У вас Есть Все Вы Почти Затарены Если Вы Конечно Хотите Заморочиться И Добавить Атаку В Чакру То Это Уже Ваше Предпочтение Единственное ХП Но ХП Вы Можете Поставить Туже Зелень Который Снижает 30% Атаки Что Крайний Как по мне Негативно Будет Сказывать Смотрел Активно Другой Сторону Почему Б Нет Если Там Чистка Будет ХП То Можно Так Дима Может Варьироваться В Различных Направлениях Либо Атака Либо Защита Можно Перечислять Кучу Билдов И Я Б Рассказал О Своих Задумках Но Я Пока Вернусь От Этого Так Если Вы Хотите Чтоб Я Саппорт Киншики Потому Что Он Так Скажем Своего Рода Уникальный Саппорт То Ставим Лайки И Пишем В комментариях Сделай Обзор На Киншики Я Посмотрел Количество Данных Комментариев И Возможно Я Сделаю На Обзор И Обзор Танка Обито Подходит К Концу И Че Могу Сказать Я Ему Ставлю 10 Из 10 Это Просто Нечто Космос И Если Выйдет Под него Еще Нормальный Штурмовик И Закроет Его Каким То Мега Саппортом То Ему Цены Не Будет Ставим Лайки За Просмотр Ждем Новых Видосиков Всем Пока А Ты Маленький Хейтер Ставишь Мне Лайк Маленький 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 Маленький